Никто на ферме такого не ожидал, шансы этого 1 к 11 целым и двум десятым миллионам. Он даже представить не мог, что нечто подобное может случиться с ним, но природа подкинула такой вот сюрприз. Фермеры Чак и Деббельда получили больше, чем могли пожелать, когда одна из их коров отелилась. Фара владела несколькими акрами земли, поэтому животные могли свободно перемещаться по ферме. Таким образом фермеры надеялись на то, что созданные ими комфортные условия приведут к появлению на свет телят. Чак и Дебб были бы невероятно счастливы к появлению в стаде своих коров малыша. Они хотели вырастить теленка с добротой и заботой, с которыми они относились ко всем животным на своей ферме. Однако когда одна из их коров, по кличке Му, отелилась, Чак и Дебб были потрясены фермеры, не верили своим глазам. Они даже не могли себе представить, что их новый приплод по невероятной причине войдет в историю. Семья Бельда ухаживает за своими полями с 1882 года. Поколения фермеров сменялись, сохраняя уважение к земле и природе. Они культивировали землю, выращивали животных и делали все возможное, чтобы свести концы с концами. Ведь фермерская работа была и остается тяжелым трудом. Так было в далеком 1882, так и остается по сей день, несмотря на появление новых технологий и сельскохозяйственных инструментов. Однако родившиеся и выросшие на ферме Чак и Дебб были полны решимости продолжать семейные традиции. Поэтому, когда одна из их коров забеременела, пара с радостью ожидала появления на свет нового теленка. Еще до того, как Му отелилась, дочь Дебби и Чака, Джейми, заметила, что живот этой коровы был намного больше, чем в свое время у других беременных коров. Мама заметила, что корова была большой, но не придала этому особого значения. Близнецы у животных рождаются довольно часто, сказал Джейми в интервью радиоканалу Миннесота Паблик Рейде. В начале года на ферме родились телята-близнецы. К сожалению, они появились на свет в апреле, когда стояли сильные морозы и не выжили. Но когда Му отелилась, вся семья была потрясена количеством, появившихся на свет телят. Не один, не два, даже не три. На ферме Чака и Дебб появились аж четыре теленка. Семья всеми силами старалась помочь новоиспеченной маме, заботилась о малышах и молилась, чтобы все они выжили в первую ночь. Родившиеся телята были совсем крошечными и поэтому не могли кормиться от матери. Тогда Чак и Дебб взяли на себя функцию кормильцев и давали телятам необходимое им молоко днем и ночью. К счастью, телята были намного крепче, чем казались. Все четверо выжили в первую ночь и сегодня они пребывают в отличном состоянии. Даже самый младший член клана Бельда иногда помогает старшим на ферме, когда дело касается работы с телятами. У людей четверняшки рождаются редко, а для коров это можно назвать настоящим медицинским феноменом. Такое происходит приблизительно раз из 700 тысяч отелов. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.